Привет, дорогие мои! Я на пароме уже из Висби. Сегодня поговорим про очень странное шведское традиционное застолье, которое называется Крефт Хива. И это праздник раков. Такой застолье, где-то ешь раков, креветок, и сейчас покажу, что еще. Но хочу сначала оговориться, что я на пароме из Висби, из Готланда еду. Готланд – остров Балтик, и все знаете, следующее воскресенье выйдет влог из Висби. И те, кто подписан на меня в Инстаграме, уже, в общем-то, видел многое и следил за моей поездкой. Я уехала от детей, в смысле, я уехала на три дня просто отдохнуть. Взяла и уехала. И буду теперь часто так делать. Сейчас немножко устала, конечно, потому что нагулялась сегодня до выхода. Но все равно села, и сейчас запишу вам важное видео. Ну, естественно, те, кто из вас здесь первый раз, подпишитесь, потому что у меня здесь очень много странных шведских видео про странных шведов, про то, как шведы смеются над норвежцами, про то, почему шведы едят вонючую селедку и так далее. Кстати, у меня скоро со свекром выйдет видео про то, как он ест вонючую селедку, он ее обожает. Снимем, с ним. Так что будет много классных видео. А вечеринка раков или раковая вечеринка, но она немножко онкологически слышится на русском. Это вечеринка. Обычно вечером проводится, по крайней мере, во второй половине дня. Где-то во второй половине августа, в начале сентября. То есть, когда все уже вернулись из отпусков, но вечера еще относительно теплые, вы садитесь с друзьями обычно на улице. Мы садились внутри. Поете много, одеваете странные шапочки и кушаете раков. Много пьете. Я покажу немножко, как мы накрывали на стол. У нас должно было быть 22 человека друзей. Решили сидеть внутри, потому что погода была такая средняя, и мы все-таки поздновато делали. Мы делали уже 11 сентября, обычно все же в первую неделю сентября. Ребят, акцент у меня сегодня будет на пьяных песнях. Что поют пьяные шведы. Вообще, видео я хотела снять про то, как мы накрываем какой-нибудь влог красивый. Но все свелось к тому, что все пели песни под алкоголь или под почти алкоголь. Поэтому акцент сегодня будет на том, что же поют шведы. Мы расшифруем с вами некоторые песни, и вы все поржете над моим мужем, который горланит песни за столом. Итак, во-первых, мы решили сделать такой готландской темы. Видите, я плыву на пароме с Готланда и говорю про готландскую тему. Потому что все ребята, которые были у нас, ну почти все, они любят Готланд. И мы все вместе ездим на вот нашей компании на средневековую неделю. Поэтому музыку включили именно на такую средневековую группу, которая тоже ездит на этот фестиваль. Это камушки с Готланда. Я их сейчас высушу и буду использовать, я их вымыла, и буду использовать как декорации. Я хотела еще очень просто, да, украсить, но все же немножко с дарами природы. Поэтому рябина, поэтому яблоки. Что же у нас было на столе? Ну, кроме раков. Раки, это понятно, да? Кроме раков у нас были креветки копченые. Просто в супермаркете купила. Затем, смотрите, у нас запеканка сырная. Я когда-то писала видео про сырную запеканку. Правда, там было с грибами. Но по факту это та же самая запеканка. Поэтому уберите просто грибы и запекайте. А также на столе был торт из креветок. Помните, я делала селедочный торт? В общем, очень похожий рецепт, только с креветками. Я не буду его, наверное, записывать сейчас. Но просто имейте в виду, что берите основу того рецепта с... Я сейчас его сюда вкладываю с селедочным тортом. Но просто я сделала креветки, туда укроп, туда чуть-чуть цедры лимона. Чуть-чуть майонеза в селедке его не было. Ну, главное перемешать креветки с чем-то, что раскроет вкус креветок. И все. А там уже желатин с сметаной. И получается у тебя такой чизкейк несладкий. А на десерт у нас должна была быть шахрановая запеканка, которую я в прошлом видео показывала. Вообще, очень странная вечеринка, да, потому что раки... Там очень мало мяса. То есть только в хвосте нормальное мясо. В щупальцах есть немного. Там надо выковыривать специальными инструментами. И, в общем, все это проводится чисто, чтобы посидеть с компанией в уюте. И, ну, выпить, конечно. Вот, хотя у нас у всех маленькие дети, поэтому мы мало алкоголя пили. Но, по крайней мере, через одного, чтобы было кому машину везти домой. Как же шведы едят раков? Они достают эти хвосты и берут хлеб, багет, светлый хлеб. Какой-то на него намазывают либо масло, либо айоли, либо майонез. Айоли – это майонез с чесноком. И сверху приклеивают уже эти хвостики раковые. Вот, так что примерно так это все проходит. И, да, обычно, я уже сказала, всякие пироги, торты, к ним к этому идут и так далее. Но, ребят, давайте разбирать песни. Вот так выглядит это веселье. И давайте разбирать, что же они там поют. Ну, первая песня – это песня, которую поют всегда за всеми застольями. Она называется «Хи-э-лан-гор». Типа «Пей до дна». «Хи-э-лан» – это «целая гора-то заходит». То есть целая рюмка заходит. Ну и слова примерно такие. «Целая заходит» – тра-ля-ля-ля-ля. «Целая заходит» – тра-ля-ля-ля-ля. Кто не выпьет как бы вверх дном, тот и половинки не получит. «Целая заходит» – тра-ля-ля-ля-ля. Вот вам текст и как поют наши ребята. «Хи-э-лан-гор» – 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 «Хи-лан-гор» – «Хи-лан-гор» – «Хи-лан-гор» много стров мы разберем только две про русских и про финнов кстати обратите внимание на какую мелодию они это поют пишите в комментариях ну а текст такой в первой страте я хочу пить водку водку я хочу пить водку я хочу кушать красную игру я хочу любить русскую девчонку я хочу как правильно так сказать бливать самовар я не могу в несовершенном виде сказать слово вырвать как бы да вторая страфа про финнов я хочу пить коскин кор вы знаете эту 50 процентную финскую водку я хочу идти на вечеринку раков финны тоже этим занимаются я хочу любить финскую девчонку я хочу вливать в вазу дизайнера alto alto вот как выглядит эта ваза это классический финский дизайн вот слушать как это все выглядит водка водка я хочу перекFire я хочу добавить Пteевка я хочу Thyчо я хочу Ulстяю если ты должен при этом я хочу водка 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 я хочу лечка я хочу methить капины я хочу лечиться escrever зал с вами타 я хочу спив noget ваз inqu argue Третья песня. Можно я просто помолчу, потому что сами текст поймете. Мне кажется, я даже на русском это все произнести не смогу. Но поскольку почти все ребята здесь у нас инженеры, то эта песня очень заходит. Ну и к тому же она очень часто в студенческие годы поется. Так что я переводить не буду, вы сами все поймете. Поехали! Ну а четвертая песня. Они, кстати, много пели песен, просто я не все успевала подснимать. Но я сняла вот эту очень интересную. Я ее не пела, когда я училась в шведском университете. Но вот они поют, и она из эмоджи. То есть только картинки, и они их просто расшифровывают. Петь они будут это, конечно, словами. Да? Кошка, елка, траля-ля. Дед, полиция и домик. Это просто песня. Вот ты пьешь, потом опа, и поднимаешь рюмку. Короче, вот как слышится эта песня, звучит эта песня. Вот, я думаю, вам хватит такой подготовки к шведским праздникам. Многие еще спрашивали меня в Инстаграме, приносить ли свой алкоголь. Раков часто приносят сами люди, кстати. Мы, поскольку это близкие друзья, мы подготовили раков для всех. Кстати, очень часто, если хозяин дома, да, кто приглашает, покупает для всех раков, он потом деньги со всех берет. Ну, то есть ты знаешь, ты идешь на раковую вечеринку, надо подготовить где-то, не знаю, там, 300 крон на человека. Потому что раки, они как бы не дешевые. Но у нас, поскольку мы все друзья, мы все друг друга постоянно приглашаем, ни с кого денег не берем, у нас такая компания сложилась. Ну, то есть это не по дефолту. Мне абсолютно было бы комфортно в компании, где надо платить за еду. Это совершенно нормально в Швеции. Вот, ну, не каждый раз, да, а вот когда у вас такая большая вечеринка, ты как хозяин 10 тысяч выкладываешь, а тебе каждая семья по тысяче скидывает. Мне кажется, это совершенно логично. В нашем случае мы купили раков на всех, и все понемножку еще поднесли. Алкоголь, да, многие принесли что-то свое, но делились со всеми. Обычно я вам рассказывала, да, алкоголь свой приносишь, потом его пьешь и его уносишь, и с недопил. Не, у нас не так. У нас вот очень близкие друзья. Мы просто знаем, что в следующий раз идем к ним, а потом все идем вот к тем. То есть такой круговорот алкоголя в природе. Очень часто, кстати, у нас все оставляют. Потом мы этот же алкоголь плюс какой-то свой несем на следующий праздник, потому что вне праздников мы по не пьем. Ну, я и на праздники не пью. Хотя я вру. У меня сейчас трехпроцентный сидр тут стоит. Для меня это много, но я... Это, мне кажется, качку немножко балансирует. Ладно, все, вы повеселились, на мужа посмотрели. Теперь посмотрите, как он представляет себе Russian style. Russian style! Субтитры создавал DimaTorzok